ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я его покупаю. Роскошно. Даже на секунду не хочу выпускать тебя из рук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, друзья! Это Орел и Решка! Безумный бикенд! Мы сегодня прилетели в край Раджа. Индийский штат Раджастан. А ты знал, что Раджа – это, между прочим, правительственный титул? Это князь по местным меркам. Не, не знал. Очень познавательная информация. Полетели. Орел. Решка. Фух, пожалуйста. Умоляю, пожалуйста. Да почему? Да за что? Смотри, во-первых, к тебе очень идет рюкзак. Во-вторых, когда будешь переходить дорогу, найди корову. С коровой безопаснее. Все, давай, иди. С коровой? Сюда приехала моя бывшая. Ты встречался с коровой? О, господи. Так, где, где, где мой вертолет? Вот это все, здесь есть вообще это все или нет? Раджастан. Штат, воспетый на страницах индийских сказок. Земля Махараджи и величественных дворцов. Самый яркий и колоритный уголок Индии. А Индия – это всегда безумно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прилетели в столицу Раджастана – город Джайпур. 100 долларов здесь – это 6500 индийских рупий. Говорят, по местным меркам деньги немалые. Ну что ж, проверим? Самый дешевый и колоритный способ добраться до центра города – это тук-тук. Такой себе трехколесный мотоцикл с кабиной. 200 вроде бы мне подходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но за такие деньги приходится мириться с определенными минусами. Первый – комфорт. Ей, это нечто новое в моей жизни. То, чего я не ожидал. Транспорт этот выглядит… Ой, 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 ой. Транспорт этот выглядит максимально небезопасно, старо, раздолбанно. Минус второй. Индийский трафик и культура вождения. Очень опасное это занятие. Движение сумасшедшее. Все сигналы едут как хотят. Ну вот просто человек переходит дорогу. Мне же все равно. Зачем пешеходные переходы? Я такого прям никогда не видел. Да куда ты прешь? Пожалуйста, спокойней. И третий недостаток. У нас с водителем максимальная трудность коммуникации. Потому что он поехал вообще в другую сторону. Я по навигатору увидел. Я ему показываю уже фотографии, куда нужно приехать. Он вроде бы как развернулся. Надеюсь, доеду. Ну что, дорогой экзибит, помнишь, ты тачку на прокачку шоу такое сделал? Вот тебе новый уровень. Это не экраны встраивать в сиденья. На этот уикенд я заказала самую прокачанную тачку в Раджастане. Раритетный индийский амбассадор 1975 года выпуска. Украшены сотнями цветов. Цветы в Индии считаются символом богатства и роскоши. Поэтому по местным меркам нет ничего круче, чем украсить свою машину живыми цветами. Все фотографируют, всем так нравится. Восторг у них у всех. Класс. Обычно индийцы так тюнингуют тачки для свадеб или сопровождения почетных гостей. Ведь у такого украшения есть и практическая польза. Все в том, что когда все остальные участники дороги видят машину, все в цветах, они ее пропускают. И именно поэтому я так вот и воспользовалась такой услугой. Правда, у такого тюнинга есть и минус. От запаха цветов аж голова кружится. Кондиционера здесь нет, друзья. Поэтому в таких случаях помогает окно и свежо и пыльно. И погружаешься в местную атмосферу максимально. Все, как я люблю. В этом тотальном хаосе, в этом автомобиле, в котором я даже не понимаю, чем здесь точно пахнет, вот этими цветами или пылью, мне просто любопытно. Если у меня по-богатому вот так, я правда немножко страдаю, то что там у моего бедного Янчика? Час езды на тук-туке и я в центре Джайпура. Ой-ой-ой, как хорошо, что я жив. Пожалуйста, все, остановись уже. Ну остановись, я хочу жить. Столица Раджастана – это огромный многомиллионный мегаполис, который живет за счет легкой промышленности и внутреннего туризма. Ежегодно сюда съезжаются сотни тысяч людей со всей Индии, чтобы посмотреть на богатейшие храмы и роскошные дворцы. Вот, например, Хава-Махал – двухсотлетний дворец, построенный для жен и наложниц бывшего Раджи. Хава-Махал – главная достопримечательность Джайпура. Еще его называют дворцом ветров. Дело в том, что в Хава-Махале 953 окна, которые обеспечивают отличную вентиляцию дворца. Отсюда и название. Еще одна необычная достопримечательность города – водный дворец Джал-Махал. Летняя резиденция бывшего Раджи. Его фишка в том, что он находится посреди искусственного озера. Над поверхностью воды всего один этаж, а под водой целых четыре. Затопило дворец во время строительства плотины. Дело в том, что несколько веков назад Джайпур столкнулся со страшной засухой. И чтобы в городе была питьевая вода, было решено сделать водохранилище. Дворец пришлось принести в жертву. Дворец тщательно охраняется властями, поэтому простому туристу, к сожалению, туда не попасть. Ну и самая знаковая достопримечательность всего Раджастана – Порт Амбер. Бывшая резиденция одного Раджи и по совместительству одна из самых неприступных крепостей Индии. Ведет к крепости крутая витьеватая дорожка, проложенная так, чтобы враги не могли быстро подобраться к дворцу. Правитель по ней пешком не ходил. Он добирался на слонах. Сейчас с таким же королевскими почестями добираться до форта могут и богатенькие туристы. Но сначала слона надо выбрать. Привет! Вот, мне кажется, что мне нравится этот слон. Смотри какой он. Ну вообще, глянь какой веселый, а? Озорник. Смотри, он качает. Теперь знакомство. Так сказать, первый контакт. Очень жесткая, очень жесткая шерсть. Затем посадка на слона и тест-драйв. Первая передача, поехали! У слона очень плавный ход. Я вообще не ощущаю никаких неровностей на дороге. Мы прям как будто бы на корабле плывем. Но в таком путешествии есть и свои минусы. Слон идет оооочень медленно. По такой жаре вас быстро начинает укачивать, а от запаха животного еще и подташнивать. Аромат или фан-парфюм? Надо еще его доработать немного. Но есть задатки. И вот спустя 20 минут я наконец внутри форта Амбер. Ну что друзья, все, я припарковала свой транспорт. Я в замке. В настоящем индийском замке. И здесь красиво. Внутри форт Амбер это не просто замок. Это самый настоящий город. С широкими площадями. Смотровыми башнями. Усеянными зеленью садами. И покоями самого Раджи. Самое примечательное из них – зеркальный дворец. Уникален он тем, что благодаря тысячам маленьких зеркал он мог освещаться с помощью всего одной единственной свечки. Правда, сейчас туристы используют эти зеркала с другой целью. Посмотрите, какая толпа, какая очередь. Просто для того, чтобы сфоткаться в зеркало. На секунду, 2020 год. Сфоткаться в зеркало. Да, мы закрепили вот это. Я теперь поняла, почему этот Раджа построил себе так высоко свои вот эти вот хоромы. Для того, чтобы быть подальше на большом расстоянии от нищеты, которая там внизу, я в принципе тоже уже немного даже подзабыла, что я в Индии. Ощущение, что я в сказке. Слушайте, ну здесь, конечно, роскошная роскошь. Помните Раджу, которому золотая антилопа отсыпала денег? Интересно, это он построил? Хорошо, что я живу в 21 веке, и моя золотая антилопа – вот она. Функционал у нее будет побольше сказочный. Кэш в любом банкомате мира, бесконтактная оплата, консьерж-сервис, и я в любой момент могу сказать – хватит. Хотя, пока совсем не хочется. Но главная достопримечательность города – конечно же его атмосфера. И его колоритные персонажи. Это другой мир, это нечто. Тут происходит безумие. Количество людей на квадратный километр, метр зашкаливает. Вот, например, местный бизнесмен средней руки. А вот местная интеллигенция. Вот местный торговец. Вот автослесарь. Вот доставщики грузов. А вот местные попрошайки. Не могу сдержаться. Они мне тоже нужны, но тебе нужней. И вот она расстроилась. Она расстроилась, что ей немного дал. Но и главный индийский персонаж – священная корова. Какой трэш, какой трэш. Это именно трэш. Прям центр города. Но чем дальше ты погружаешься вглубь Джайпура, тем лучше узнаешь его сердце и душу. Ох, там такой душок был. Там кто-то умер. Да еще и обделался. Люди живут в полной. Это уму непостижимо, что такое существует. Но они счастливые. И это безумие. Хай. Он машет, он улыбается. Погнали. Вот это шанс. Мы сейчас попадем в дом настоящих джайпурцев. Вот, наверное, так. Ребеночек маленький. Кьють. Невероятно. Это, наверное, самое худшее условие, которое вообще можно только видеть. Но люди такие счастливые, такие открытые. Все дело в том, что для местных человек с европейской внешностью такая же диковинка, как если бы к нам на чай пришел инопланетянин. Поэтому посмотреть на меня сбежались все соседи. Сейчас будем пробовать местный чай. Масалати. Люди настолько гостеприимны, что мне женщина налила два стаканчика, две чашечки в одной полностью до краев, а в другой половинку. И спрашивают, какую половину рецепта. Вообще масала – это традиционный индийский чай с добавлением к традиционным индийским специям. И большого количества сгущенки. Причем такой нормальной дозой. Очень вкусно. Местные считают, что масала ти бодрит сильнее, чем кофе. И в целом они правы, потому что здесь нереальное количество сахара. Если бы мне кто-то сказал пару лет назад, что я в Индии заскочу в трущобах, как будто в гости и буду пить местный чаек, ну не поверил бы. Знаете, после такого приема я прям кардинально поменял свое отношение к этому городу. И вот эти крутейшие люди, которые не имеют ничего, но при этом самые счастливые и самые открытые. Я вообще такого никогда не видел. Раджастан – край храмов и дворцов, то и поселюсь я в одном из них. Умаид Бхагаван – самый известный отель во всей Индии. Построили его около ста лет назад, как дом для местного раджи. Умаид Бхагаван – один из самых крупных частных дворцов на планете Земля. Он построен из того же материала, из того же мрамора, друзья, что и Тадж-Махал. Ну это так, чтобы вы понимали уровень роскоши. Роскошные колонны с барельефами, раритетная позолоченная мебель и посуда. Пять тысяч человек обслуживающего персонала, 374 комнаты и, только вдумайтесь, 15 лет строительства. И все это для Юлии Коваль. Вот как деньги надо тратить, Янечка. Учись. В интернете я нашел самый дешевый хостел Джайпура. И стоит он всего три доллара. Погнали смотреть. Этот хостел очень популярен среди индийских туристов. И я успел отхватить последнюю свободную койку. Вот повезло. Или нет? Я попросил ключи, но оказывается они здесь просто не нужны, потому что комната всегда открыта нараспашку. Ну привет, мой хостел за три доллара. Во входе нас встречает просто чудесный мусор, все кровати заняты, всего здесь 8 мест. Привет. Как дела? Хорошо. И ты? Хорошо. И ты? Украина. И ты? Индия. Окей. Коротко про мой, так сказать, номер. Что здесь есть? Есть кровать, есть сейф. В целом все. А, здесь не жарко. Вот. Это тоже плюсик. По остальным, по минусам быстренько пройдемся. Их тут много. Грязно, пыльно. Всякая плесень, мне кажется. Про качество кроваток и постели я вообще ничего не говорю. Это ненормально. На этом нельзя спать, иначе на мне начнут жить новые организмы. К черту эти три долларов, это вообще не норм. Лучше на улице переночевать или поискать какой-то другой вариант. Я уверен, что-то здесь будет. В отеле у Майдбгаван есть сразу два вип-номера. Я решила посмотреть оба и после этого уже сделать свой выбор. Сначала посмотрим номер, в котором жил сам Раджа. Или по-нашему король. В этом номере все сохранилось, как было при жизни владельца. Стол, за которым работал, его семейные фотографии и любимые сувениры. Мне нравятся более светлые тона в интерьере. Ну и в целом, это же номер для короля, а я королева. Поэтому надо посмотреть номер королевы. В этом номере жила жена Раджи. Это сразу видно по интерьеру в розовых тонах в стиле арт-деко, который был очень популярен в первой половине двадцатого века. Сам номер состоит из светлой гостиной, просторной столовой, королевской спальни, собственной спа-зоны и роскошной ванны. Вы поняли? Это огромный кусок мрамора, из которого сделали ванну. То есть нет никакого склеенного, цельный кусок. И наконец, главная фишка этого номера – огромная терраса. И такие балконы, оказывается, бывают. Друзья, ну это просто. Посмотрите, пожалуйста, на это. Ну как, как мне нравится Индия! Я вам честно скажу, я просто в восторге, честно. Я не представляла себе, что в такой грязной просто стране может быть вот это. Это просто сказка, это восточная какая-то жизнь. Не могу поверить. А у Яна тоже всегда такие крутые номера? Индийского колорита мне хватит надолго, поэтому лучше я поселюсь в нормальном отеле. Я решил, что лучше заплатить в 10 раз больше – 30 долларов, но жить в комфорте. Офигительный коридор. Этот коридор уже намного лучше, чем мой предыдущий хостел. Если что, я уже готов остаться даже здесь. Погнали в номер. Слезы радости наворачиваются на глазах. Это не отель, это хоромы. Просторный светлый номер в стиле неоклассицизма. Зеркало в полный рост. Большой двустворчатый шкаф, стильное кресло, чайник, плазма и шикарная двуспальная кровать. Но главное в моем номере вот. Это просто президентский номер по сравнению с тем, что у меня было. Туалет есть, душевая кабина есть. Шикарно. Я счастлив. Вот это вот максимально… слов нет, все хорошо. Кроме храмов и дворцов Раджастан славится своими народными танцами. Поэтому я заказала себе вип-перфоманс от местного популярного ансамбля. Индия без танцев – это не Индия. И сегодня у нас будут не традиционные болливудские танцы, которые мы привыкли смотреть с вами по телевизору, а настоящие национальные Раджастанские танцы колбелия! Колбелия – это традиционный танец раджастанских заклинателей змей. Но в свое время власти Индии запретили использовать присмокающихся в таких шоу. Поэтому роль змей сейчас исполняют женщины в черных традиционных нарядах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С исчезновением змей танец утратил свою изюминку. Поэтому его решили усложнить, заставив женщин выполнять акробатические трюки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ощущаю себя судьей нашел каланты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Круто, конечно. Блин, капец, она встала. На стаканы, ногами, с горшками на голове. Фантазия у них здесь работает хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, молодец! Ну и кульминация всего шоу – возможность потанцевать вместе с артистами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво, браво, брависсимо. Друзья, я так понимаю, что в танце со звездами меня точно никогда не пригласят. Но, скажу вам честно, первый раз в жизни не мужчина окружил меня, а я мужчину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вечером я решил посетить еще одну достопримечательность Джайпура. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пришел в Нахар-горах Форт. Это самая высокая видовая точка, где вы можете посмотреть на закат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой необычный закат. Видно все эти трущобы. Стоит смог. Солнце едва видно, но открывается шикарнейший вид. Это очень красиво. И этот город невероятно большой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут высоко, но можно-то еще выше, да? Это прям офигительное завершение дня. Я даже сказал чика-бум-бум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз уж я живу в королевских хоромах, то и ужин у меня будет королевский. Посмотрите, они все это устроили для меня. С почетным караулом, красной дорожкой и королевским сетом из восьми блюд. Мне кажется, мне это снится. Друзья, я пока не знаю, люблю ли я индийскую кухню. Выглядит своеобразно, честно вам скажу. Вот. Но надо пробовать. Блюдо первое. Бобы, перетертые с ягодами, сушеным манго, изюмом и перцем чили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грубо говоря, это хумус, но такой на индийский лад острый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блюдо второе. Курица в йогурте с луком, кардамоном и мускатным орехом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень вкусно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Секунду. Остренькое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блюдо третье. Мясо барашка с луком, чили и специями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто вкусное, тушеное такое. Ну подливка немножко острая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блюдо четвертое. Вяленые бобы с травами и пряностями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максимально странное блюдо. Просто как будто я траву какую-то ем, которая просто вот там вот росла. Пятое блюдо – картошка в йогурте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сто лет не ела картошку. Ну вот в такой молочной штуке. Обожаю вкус этот. Прям с детства еще с садика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шестое блюдо – клетки в томатном соусе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, откуда эта страсть к остроте, но вот чем острее, тем вкуснее. Седьмое блюдо – сальса из овощей. Так. Ну и тут все традиционно. Огурчик, помидорчик, зеленушечка. И, наконец, восьмое блюдо – рис. Рис очень вкусный. Рис обалденный прям. Он длинный. По-моему, он как-то так называется басмати или как-то так, да? В общем, ребята, я хочу подытожить. Индийская кухня очень напоминает мне кулинарные изыски моих родителей. Единственное, что острее. Раза каких-то в два. В сто. Намного острее. Саш, смотри, какие красивые там цветы растут. Ради чего ведущий «Орла и решки» может проснуться в 4 утра? Да ради чего угодно. И я сегодня проснулась ради воздушного шара. Всем привет. Я тут. Я проспала, простите меня. Но ничего так не бодрит, как полет на воздушном шаре в Индии. Окей, так, ладненько, хорошо. Кажется, мне подгорели чуть-чуть волосы. Это я легко. Смотрите, Индиана Джонс в деле. Легко как. Смотри, все инди… Ладно. Вот. Ой, мы летим. Вау, это приятные ощущения. Такое легкое парение над землей. С высоты птичьего полета Раджастан открывается по-новому. Здесь тебе и горные хребты, похожие на застывшие каменные волны. И бескрайние поля, будто шиты из разноцветных лоскутов. Крестьянские деревеньки, словно из восточных сказок. И древние крепости, как из фэнтезийных фильмов. Полет на воздушном шаре в Индии. Ну что может быть круче? Что может быть желаннее? Разве что мягкая посадка. Пожалуйста, приходите. Да, да. Ой, 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 ой. Что? Алло, алло. Так, я хочу выпрыгнуть срочно. Лави, гэн, просто прийти. А, ванн. Короче, мы летели-летели. Восторгались-восторгались. И тут пилот выбирал среди огромного поля место, где съесть. И, ребята, он сел. Аккуратно на храм. На храм. Как? Что? Из-за того, что он сел на храм. Пес. Мы чуть не разбились. А еще пойми, что это храм-бетонная плита какая-то. Просто без надписей, без рисунков. Если вам хочется экстрима, прилетайте в Индию, чтобы покататься, точнее полетать, походить, поплавать, не знаю, на этом воздушном шаре. Сначала вас как бы максимально расслабляет, потому что ничего удивительного не происходит. А потом… приземление на храм. Класс, спасибо, пилот. Пилот просто еще та истеричка. Так, куда тут идти мы в поле? Ой, господи. Ну и полет. С самого утра я тоже решил отправиться за пределы Джайпура. Самая интересная достопримечательность Раджастана, разбросанная просто по всему штату. Чтобы посмотреть их, я взял байк. Стоит это 6,5 долларов в день. Но есть один минус. Все тот же индийский трафик, с которым теперь мне придется столкнуться в качестве водителя. Мне никогда еще не было так страшно. Сейчас я не контролирую ситуацию максимально. Я не понимаю, что происходит. Так, выдохнули. Выдохнули, отпустили ситуацию. Выдохнули, я тоже могу сигналить. Ну куда ты едешь? Ну куда ты едешь? Куда ты едешь? Куда все едут? Это безумие. Тут едет машина, там автобус, тут вышел человек, кто-то поворачивает, кто-то перестраивается. Руки просто макарющие. Слушайте, ну вот если привыкнуть к этому всему трэшу, вообще нормально. Кажется, что ты сейчас умрешь. Ну все едут, ничего не случается. Ну вот я уже вижу выезд из города, так что худшее позади. Продолжая знакомство со штатом, я приехала в Джатхпур, который еще называют Голубым городом. Существует несколько версий о его происхождении. Версия первая – историческая. Жил да был один правитель. И решил он, что его город должен отличаться от всех остальных. Он думал, думал и придумал покрасить город в небесно-голубой цвет. Так и появился Джатпхур. И он красив. Версия вторая – мистическая. Голубой цвет обозначал, что в городе живет каста жрецов-брахманов. И попадая в город, сразу всем понятно, кто здесь всем заведует. Брахманы – это высшая каста в Индии. Они были советниками при дворе, а еще обладали мистическими силами. Поэтому их уважали, немножко побаивались. Дети наследовали касту родителей и поэтому со временем голубых домов становилось все больше и больше. И версия третья – практическая. Краска защищает стены и здания от вредных, маленьких, неприятных насекомых. Меня, кстати, тоже защищают и это хорошо. Ну, Джатпур точно на сегодняшний день в топе вообще моего чарта красивых мест в Индии. Какой-то он атмосферный и голубой цвет добавляет ему чистоты. Поэтому, если хотите приехать, начните отсюда. А я тем временем добрался в городок Абанери. Я приехал к самой необычной достопримечательности штата Раджастан – колодцу Чандбаори. Колодец Чандбаори считается одним из самых красивых колодцев в мире. Изначально этот похожий на перевернутую пирамиду резервуар был построен для набора и хранения питьевой воды. Но со временем возле него появился храм, после чего вода в колодце стала считаться священной. А теперь внимание. Его возраст – тысячу лет. Глубина колодца – 30 метров. А количество ступеней превышает 3000 штук. Но есть у этого места одна мрачная особенность. Из-за того, что колодец за все это время никогда не чистился, а миллионы паломников ежедневно омывали в нем свои руки и ноги, Вода здесь стала ядовитой. Один глоток может убить человека всего за пару дней. Но даже эта мрачная статистика не останавливает верующих от попыток спуститься на дно колодца. Ежегодно здесь гибнут до 20 человек. Из-за опасного строения ступени они просто падают вниз и случайно захлебывают эту воду. Если смотреть отсюда, издалека, с 30 метров. Вода и правда выглядит как-то неприятно, очень зеленая, в ней много непонятных веществ. Но место правда красивое. Во второй половине дня я решила вернуться в свой отель, чтобы закончить одно дельце. Друзья, это было бы преступлением иметь личный массажный стол в номере и не воспользоваться им. Я сначала думала, что мне будет неловко перед Яном, он же там наверняка ходит, страдает и я здесь удовольствие получаю. А потом я подумала, ну как может быть ловко, неловко. Я же должна зрителям показать, что такое индийский массаж. Чтобы вы потом смогли своим любимкам его сделать. Поэтому я даже не ради себя и ради вас, друзья. Индийский лечебный массаж – это чередование сильных нажатий и нежных поглаживаний. Благодаря чему улучшается кровообращение, кожа тонизируется, напряжение снимается и человек быстро восстанавливается. Как круто. Ну а как тут не балдеть. Ой, там любимая моя дочечка была, боже мой. Ааа, боже, как приятно. Класс, это невозможно. Два часа пути по индийским дорогам и я приехал к еще одной достопримечательности Раджастана. Храму Галтаджи, который еще называют дворцом обезьян. Все дело в том, что здесь живут около пяти тысяч макак и главное развлечение туристов – их кормление. Погнали кормить обезьянок. Обосновались макаки здесь несколько сотен лет назад и ведут себя тут как настоящие хозяева. Отдай. Браток, это на деньги 100 долларов куплено. Давай, пожалуйста, верни. Верни. Возвращай, браток. Пора возвращать. Нельзя отбирать просто так. Ты что? Святое место. Тут нельзя отжимать ничего. Пожалуйста, это дорого стоит. Я хочу еще кого-то покормить, кроме тебя наглого. Мне пришлось потратиться еще на одну порцию орехов. И заодно я узнал, какие существуют правила для безопасного общения с обезьянами. Никогда не смотрите им в глаза. Не показывайте зубы, потому что это будет воспринято как жест агрессии. И самое главное, все самое ценное, что можно утащить с вас, взять – прячьте подальше. Хорошо закрывайте рюкзаки, потому что они замечательно их открывают. И самое главное правило – никогда не сопротивляйтесь, если обезьяна хочет у вас что-то забрать. Иначе вас могут кусить, что может быть опасно. И если следовать всем этим правилам, от кормления обезьян даже можно получить удовольствие. Блин, маленькие классные, вот эти милые, офигенные. Вот к маленьким обезьянкам можно попадать. Они очень даже милые и не агрессивные. Наоборот, боятся людей. Огромный ужас. На, держи. Держи, малыш хороший. Порисуются, не дают похавать. Офигенно. Вот это четко. Вот это прям, знаете, кайфанул. Ребенок бы мне порадовался. Это Индия, друзья, поэтому про деньги надо говорить максимально тихо. Сто баксов. Бутылка. И вы знаете, что сейчас будет. Чтобы в Раджастане стать богаче на 100 долларов, отправляйтесь в столицу штата, город Джайпур. Там езжайте к отелю Хава Махал на улице Аджмер Роуд. Недалеко от отеля увидите синий рекламный щит около белой обшарпанной стены. Именно за ним мы и спрятали заветную бутылочку. Удачи! Каждый раз чувствую себя пиратом. Раджастан – это душа Индии. Ощущение, что я в сказке. Шумный и пыльный. Это другой мир, это нечто. Но в то же время роскошный и приветливый. Скажите мне, что это не сон. Как его жители, которые умеют радоваться даже тому немногому, что у них есть. Они счастливые и это безумие. Браво, браво. Ребенок бы мне порадовался. Ну что может быть круче? Я вообще такого никогда не видел. Мне нравится Индия. Я бы даже сказал чика-бум-бум. Там ослы, там собаки стоят, там король. Ты выглядишь как ребенок, который убежал из дома и не пожалел об этом тысячу раз. Я правда очень сильно хочу домой, прям вот к маме. Удиви меня, расскажи, как ты провела свой незабываемый уикенд. Слушай, ну скажу так, это было дорого. В плане у меня была машина в цветах, у меня был дорогущий. Самый дорогой, самый шикарный отель в моей жизни. Не думала, что именно здесь я его найду. Но все равно маленький шлейф бедности все время как бы меня преследовал, понимаешь? Жиль, а меня вообще не маленький шлейф преследовал. Мне преследовало все самое интересное, что могло случиться. Я ездил на байке, я чуть ли не убился. Я постарел лет на 10, на меня обезьяны нападали. Я по улицам лазил, тут такая жесть. Ты знаешь, у меня есть вот заключение о Индии, я тут первый раз все-таки. Это треш, такого в моей жизни не было, но в Индии надо хоть раз побывать, потому что после Индии ты становишься проще и чуточку добрее. Я хочу домой, но тут интересно. Ну раз ты хочешь домой, мы поедем домой, друзья, мы увидимся с вами в следующем городе. А еще, слушай, до свидания. Я столько здесь твоих бывших видела, весь город в коровах. Да ладно, в коровах реально. Это вообще такое капец.